Сегодня мы будем проектировать складки. Мы уже этим занимались при разработке модельных конструкций юбок. Мы сейчас сделаем это для плечевых изделий. Вот в данной модели у нас в складку вот эта вставка. Значит, намечаем линии вставки и линии складок. А дальше будем раздвигать, разводить детали на величину удвоенной глубины складки. Видите, здесь удвоенная глубина складки. Как это делается вручную? Вручную это обычно делается с помощью кальки. Но главное здесь наметить линию, горизонталь, вдоль которой вы будете сдвигать детали. Вы вот берете первый кусочек. Вот. Все проводится вдоль горизонтали. Если у вас здесь вот есть еще складка, как в данном случае, то надо знать направление складки. Если складки заглаживаются от центра, тогда вот это будет линия симметрии. И вот участок, и вот этот участок, ширина которого равна глубине складки, верхний край симметрично отражается. Вот так. И здесь тоже симметрично отражается линия. Ну и вторая полоска, тоже как бы вторая половина глубины складки, симметрично отражается. В общем, главное, когда вы все это разводите, не сдвигать относительно линии. Потому что если вы сдвинете, то когда вы будете закладывать складки, у вас вот эта плавная линия не получится. У вас начнутся тут какие-то скачки, подъемы и так далее. Ну а вот, вот эту модель мы сейчас построим в Грации. Ну вот я опять вызвала алгоритм построения основы женского плечевого изделия по методике трикотажного дома моделей. Выполнила его до конца построения спинки и переда. И теперь начнем моделировать. Ну для этого еще раз посмотрим на модель. Я ее уже сюда записала. Вот она. Значит мы должны закрыть верхнюю выточку. Открыть ее вниз. Видите, у нас изделие такое свободное. Сделать линию горловины. Наметить складки и линию вставки. Значит у нас опять макрооперация перевод выточки. Давайте мы увеличим масштаб, так удобнее будет. Центр выточки, неподвижный край, подвижный край. Новое положение выточки. Перевести всю выточку. Да. Оставлять старый контур. Да. Теперь точки линии переносимого контура. Вот эта линия, вот эта точка, линия, точка, линия, точка. Линия, точка, точка, кружок. Теперь вычертим новую линию низа. Плавная линия. Точка, 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 точка. Можно на всякий случай, чтобы прямой угол у нас был здесь. Вот так. Ну что, теперь мы должны намечать линию горловины и конца вставки. Отложить по линии. Отложить по линии. Несколько раз по этому циклу. Укажите точку, от которой откладывается новая точка. Вот, от этой точки. Вот по этой линии. В эту сторону. Ну, давайте 3 сантиметра отложим. Так, теперь давайте от конца отсюда. В этом направлении. По этой линии, по 142. Вот в эту сторону. Ну, давайте 3 с половиной отложим. Вот у нас такое будет расстояние. И теперь для линии горловины вниз. Отсюда, сюда. Ну, сколько сантиметров? 10 давайте. Вот так. Теперь нужен отрезок. Отделяем вот эту точку. Это расстояние надо разделить на 3 части. Деление на N частей. Укажите линию участок, которая делится. Начальную точку, конечную точку. И на 3 части. Разделили. Теперь мы должны провести параллельные линии. Параллель к линии. И у нас будет несколько по этому циклу. Укажите линию, в которой строится параллель. Вот в эту сторону. И на расстоянии. Отсюда. До сюда. Вот она. Теперь ограничить линию какой? Вот этой линией. И вот этой линией. Готово. Теперь линию параллельной к этой. В этом направлении. Расстояние. Расстояние. Отсюда. До сюда. Не обязательно, видите, даже указывать. Что это расстояние по прямой. Так. И ограничиваем. Этой линией. И этой линией. Ну и последнее. Параллель к этой линии. В эту сторону. Через эту точку. На таком расстоянии. И опять ограничиваем этой линией. И этой линией. Всё. Построили. Теперь нам нужно будет выделить деталь. И осуществить её раскрытие. Да, кстати, это не обязательно вставка. Поэтому мы будем делать деталь. Мы перейдём к делу деталь. Давайте поправим вот эту линию. Что-то она мне не очень нравится. Наверное, вот эту точку. Не надо захватывать. Точка 195. Давайте вернёмся сюда, где мы её создавали. И удалим точку 195. Ну вот она теперь гладенькая и симпатичная. Теперь уже можно создавать деталь. Деталь. Полочка. Разлёжить детальки будет со швом в середине. Точка, линия, точка, линия, точка, линия, точка. Линия, точка, линия, точка, линия, точка, линия. Точка, линия, точка, линия, точка. Линия, точка, линия, точка, линия, кружок. Вот мы деталь выделили. Теперь я хочу скопировать эту деталь. И здесь вторую поставить. Для чего? А мы будем складки закладывать в одну сторону и в другую. И потом сравним. Перед этим надо создать переменную, на какую величину мы будем раскрывать. Можно её не создавать, но тогда придётся каждый раз вписывать это расстояние. А потом, если захотите менять, то придётся опять много раз вписывать. А тут один раз поменяешь и всё. Поэтому переменная. Она будет у нас называться 2GS. То есть удвоенная глубина складки. Ну и зададим, какая у нас будет глубина складки. Давайте они у нас будут сплошные, поэтому мы зададим её как расстояние между этими двумя линиями. А можно любое число. Так. И тоже умноженное на 2. Вот задали такую величину. Ну и теперь уже можно раскрытие. Раскрыть деталь. То есть вы получите коническое или параллельное расширение деталей. Но в принципе можно и параллельно коническое, если мы с одной стороны задаём одну величину, а с другой другую. Укажите тип сохранения наметочных линий. Когда мы строили ёбки, мы подробно рассматриваем эти типы. Поэтому сейчас не будем на это тратить время. Давайте зададим второй тип. Укажите первую точку складки. Вот это у нас будет первая точка складки. Величина раскрытия 2GS. Тип сохранения 0, потому что здесь по прямой соединяем. Вторая точка складки. Величина раскрытия тоже 2GS. А здесь тип будет второй, потому что мы будем по типу складки открывать. Так. Опять первая точка складки. 2GS. 0. 2GS. 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 И всё. Кружок. Вот видите. А теперь смотрите. А здесь мы сделаем другую струну. То есть вот сейчас у нас. складки заутюживаются от центра. То есть сюда они складаются. А теперь будем в сторону центра. Для этого мы не сверху начнем, а снизу. Давайте раскрыть деталь. Раскрыть деталь. Давайте здесь зададим тип сохранения 3. То есть кроме границ складок еще линия середины складки будет. Покажите первую точку складки. Величина раскрытия 2GS. 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 Тип второй. То есть складка. Так. Вторая точка складки. Величина раскрытия 2GS. Тип 0 по прямой. Первая точка складки. 2GS. 2. 2. 2GS. 2. 2GS. 0. 2GS. 0. Ну и кружок. Вот у нас появилась деталька. Но она какая-то, видите, какие-то лишние линии. Не знаю почему, но пугаться не будем. Давайте ее чуть-чуть сдвинем. Вот так. Кружок. Теперь очистить чертеж. Очистить чертеж. ОК. Майд. Лист. Есть. Вот видите, чем они отличаются. Ну то, что здесь вот еще середина складки. Потому что мы здесь задали тип сохранения 3, а здесь 2. Здесь только границы складки. И вот смотрите, вот здесь мы закладываем вот так. Эту точку соединяем с этой. А припуск уходит туда. А здесь мы наоборот вот так перегибаем. То есть к центру у нас пойдут складки. Они в любом случае. Линия середины симметрична, да, вот получается. Но одна вот сюда будет укладываться. А другая вот эта точка пойдет сюда. Вот эта линия, сгиб прогнется вниз. И вот этот край соединится с этим краем. Так, ну на сегодня все.